«Знаете вы, что там делается?» — спросил я, показывая на вершины соснового леса, скрывавшего марсиан. «Что?» — обернулся он. «Я говорю им, что этого нельзя бросать!» «Смерть!» — крикнул я, «Смерть идет на нас!» «Смерть!» «Не знаю, понял ли он меня, я поспешил за артиллеристом. На углу я обернулся. Солдат отошел от старичка, а тот все еще стоял возле своего ящика и горшков с орхидеями, растерянно глядя в сторону леса. Никто фуэйбриджа не мог сказать нам, где помещается штаб. Такого беспорядка мне еще нигде не приходилось наблюдать. Везде повозки, экипажи всех видов и лошади всевозможных мастей. Почтенные жители местечка, спортсмены в костюме для гольфа и гребли, нарядно одетые женщины, все укладывались. Праздные зеваки энергично помогали, дети шумели, очень довольны и таким необычным воскресным развлечением. Среди всеобщей суматахи почтенного вида священник, не обращая ни на что внимания, под звон колокола служил раннюю обедню. Патрули, уже не гусары, а гренадеры в белых мундирах, предупреждали жителей и предлагали им или уходить, или прятаться по подвалам, как только начнется стрельба. Переходя через железнодорожный мост, мы увидели большую толпу на станции и вокруг нее. Платформа кишила людьми и была завалена ящиками и узлами. Обычное расписание было нарушено, вероятно, для того чтобы подвезти войска и орудия к черти. Потом я слышал, что произошла страшная давка и драка из-за места в экстренных поездах, пущенных во вторую половину дня. Мы оставались в Уэйбридже до полудня. У шейппертонского шлюза, где сливаются темза и Уэй, мы помогли двум старушкам нагрузить тележку. Устье реки Уэй имеет три рукава, здесь сдаются лодки и ходит паром. На другом берегу виднелась харчевня и перед ней лужайка, а дальше над деревьями поднималась колокольня шейппертонской церкви, теперь она заменена шпилем. Здесь мы застали шумную, возбужденную толпу беглецов. Хотя паники еще не было, однако желающих пересечь реку оказалось гораздо больше, чем могли вместить лодки. Люди подходили, задыхаясь под тяжелой пашей. Одна супружеская пара тащила даже небольшую входную дверь от своего дома, на которой были сложены их пожитки. Какой-то мужчина сказал нам, что хочет попытаться уехать со станции в Шейкпертоне. Все громко разговаривали. Кто-то даже острил. Многие думали, что марсиане, это просто люди-великаны. Они могут напасть на город и разорить его, но, разумеется, в конце концов будут уничтожены. Все тревожно посматривали на противоположный берег, на луга около Чертси. Но там было спокойно. По ту сторону Темзы, кроме того места, где причаливали лодки, тоже все было спокойно, резкий контраст с Сырием. Народ, выходивший из лодок, подымался вверх по дороге. Большой паром только что перевалил через реку. Трое или четверо солдат стояли на лужайке возле харчевни и подшучивали над беглецами, не предлагая им помочь. Харчевня была закрыта, как и полагалось в эти часы. Что это? Крикнул вдруг один из лодочников. Тише ты! Цыкнул кто-то возле меня на лоевшую собаку. Звук повторился, на этот раз со стороны Чертси. Приглушенный гул, пушечный выстрел. Бой начался. Скрытые деревьями батареи за рекой направо от нас вступили в общий хор, тяжело ухая одна за другой. Вскрикнула женщина. Все остановились как выкопанные и повернулись в сторону близкого, но невидимого сражения. На широких лугах не было ничего. Кроме мирно пасущихся коров и серебристых ив, неподвижных в лучах жаркого солнца. Солдаты задержат их, неуверенным тоном проговорила женщина возле меня. Над лесом показался дымок. И вдруг мы увидели, далеко вверх по течению реки, клуб дыма, взлетевшего и повисшего в воздухе, и сейчас же почва под ногами у нас заколебалась, оглушительный взрыв потряс воздух. Разлетелись стекла в соседних домах. Все оцепенели от удивления. Вон они! Закричал какой-то человек в синей фуфайке. Вон там! Видите? Вон там! Быстро, один за другим, появились покрытые броней марсиане, один, два, три, четыре, далеко-далеко над молодым леском за лугами чертси. Сначала они казались маленькими фигурками в колпаках и двигались как будто на колесах, но с быстротой птиц. Они поспешно спускались к реке. Слева, наискось, к ним приближался пятый. Их броня блестела на солнце, и при приближении они быстро увеличивались. Самый дальний из них на левом фланге высоко поднял большой ящик, и страшный тепловой луч, который я уже видел в ночь на субботу, скользнул к чертси и поразил город. При виде этих странных быстроходных чудовищ толпа на берегу оцепенела от ужаса. Ни возгласов, ни криков, мертвое молчание. Потом хриплый шипот и движение ног, шлепанье по воде. Какой-то человек, с перепугу не догадавшийся сбросить нож у сплеча, повернулся и углом своего чемодана так сильно ударил меня, что чуть не свалил с ног. Какая-то женщина оттолкнула меня и бросилась бежать. Я тоже побежал с толпой, повсеже не потерял способности соображать. Я подумал об ужасном тепловом луче. Нырнуть в воду. Самые лучшие. Ныряйте. Кричал я, но никто меня не слушал. Я повернул и бросился вниз по отлогому берегу прямо навстречу приближающемуся марсианину и прыгнул в воду. Кто-то последовал моему примеру. Я успел заметить, как только что отчалившая лодка, расталкивая людей, врезалась в берег. Дно под ногами было скользкое от тины, а река так мелко, что я пробежал около 20 футов, а вода доходила мне едва до пояса. Когда марсианин показался у меня над головой ярдах в двухстах, я лег плашмя в воду. В ушах у меня, как удары грома, отдавался плеск воды, люди прыгали с лодок. Другие торопливо высаживались, взбирались на берег на обеим сторонам реки. Но марсианин обращал не больше внимания на мечущихся людей, чем человек на муравьев, снующих в муравейнике, на которые он наступил ногой. Когда, задыхаясь, я поднял голову над водой, колпак марсианина был обращен к батареям, которые все еще обстреливали реку. Приблизившись, он взмахнул чем-то, очевидно, генератором теплового луча. В следующее мгновение он был уже на берегу и шагнул на середину реки. Колени его передних ног упирались в противоположный берег. Еще мгновение, и он выпрямился во весь рост уже у самого поселка Шейкпертон. Вслед за тем шесть орудий, никто не знал о них на правом берегу, так как они были скрыты у околицы, дали залп. От внезапного сильного сотрясения сердце мое бешено заколотилось. Чудовище уже занесло камеру теплового луча, когда первый снаряд разорвался в шести ярдах над его колпаком. Я вскрикнул от удивления. Я забыл про остальных четырех марсиан. Все мое внимание было поглощено происходившим. Почти одновременно с первым разорвались два других снаряда. Колпак дернулся, уклоняясь от них, но четвертый снаряд ударил прямо в лицо марсианину. Колпак тряснул и разлетелся во все стороны клочьями красного мяса и сверкающего металла. Сбит. Закричал я не своим голосом. Мой крик подхватили люди, стоявшие в реке вокруг меня. От восторга я готов был выскочить из воды. Обезглавленный колосс пошатнулся, как пьяный, но не упал, сохранив каким-то чудом равновесии. Никем не управляемый, с высоко поднятой камерой, испускавший тепловой луч, он быстро, но не твердо зашагал по шейкпертону. Его живой мозг, марсианин под колпаком, был разорван на куски, и чудовище стало теперь слепой машиной разрушения. Оно шагало по прямой линии, натолкнулось на колокольню шейкпертонской церкви и, раздробив ее, точно тараном, шерохнулось, споткнулось и с грохотом рухнуло в реку. Раздался оглушительный взрыв, и смерч воды, пара, грязи и обломков металла взлетел высоко в небо. Как только камера теплового луча погрузилась в воду, вода стала превращаться в пар. В ту же секунду огромная мутная волна, кипящая, обжигающая, покатилась против течения. Я видел, как люди барахтались, стараясь выбраться на берег, и слышал их вопли, заглушаемые шумом бурлящей воды и грохотом бившегося марсианина. Не обращая внимания на жар, позабыв про опасность, я поплыл по бурной реке, оттолкнув какого-то человека в черном, и добрался до поворота. С полдюжины пустых лодок беспомощно качались на волнах. Дальше, вниз по течению, поперек реки лежал упавший марсианин, почти весь под водой. Густые облака пара поднимались над местом падения, и сквозь их рваную колеблющуюся пелену по временам я смутно видел гигантские члены чудовища, дергавшегося в воде и выбрасывавшего в воздух фонтаны грязи и пены. Щупальца размахивали и бились, как руки, и если бы не бесцельность этих движений, то можно было бы подумать, что какое-то раненое существо борется за жизнь среди волн. Красновато-бурая жидкость с громким шипением струи била вверх из машины. Мое внимание было отвлечено от этого зрелища яростным ревом, напоминавшим рей паровой сирены. Какой-то человек, стоя по колени в воде недалеко от берега, что-то крикнул мне, указывая пальцем, но я не мог разобрать его слов. Оглянувшись, я увидел других марсиан, направлявшихся огромными шагами от черти к берегу реки. Пушки в Шепертоне открыли огонь, но на этот раз безуспешно. Я тут же нырнул и с трудом плыл, задерживая дыхание, пока хватало сил. Вода бурлила и быстро нагревалась. Когда я вынырнул на минуту, чтобы перевести дыхание, и отбросил волосы с глаз, то увидел, что кругом белыми клубами поднимается пар, скрывающий марсиан. Шум был оглушительный. Затем я увидел серых колоссов, казавшихся в тумане еще огромнее. Они прошли мимо, и двое из них нагнулись над пенищимися, содрогающимися останками своего товарища. Третий и четвертый тоже остановились, один, ярдах в двухстах от меня, другой, ближе к Лейлхему. Генераторы теплового луча были высоко подняты, и лучи с шипением падали в разные стороны. Воздух звенел от оглушительного хаоса звуков. Металлический рев марсиан, грохот рушащихся домов, треск охваченных пламенем деревьев, заборов, сараев, гол и шипение огня. Густой черный дым поднимался вверх и смешивался с клубами пара над рекой. Прикосновение теплового луча, скользившего по Уэйбриджу, вызывало вспышки ослепительно-белого пламени, за которыми следовала дымная пляска языков огня. Ближайшие дома все еще стояли нетронутыми, ожидая своей участи, сумрачные, тусклые, окутанные паром, а позади них метался огонь. С минуту я стоял по грудь в почти кипящей воде, растерянной, не надеясь спастись. Сквозь пар я видел, как люди вылезают из воды, цеплаясь за камыши, точно лягушки, прыгающие по траве. Другие в панике метались по берегу. Вдруг белые вспышки теплового луча стали приближаться ко мне. От его прикосновения рухнули охваченные пламенем дома. Деревья с громким треском обратились в огненные столбы. Луч скользил вверх и вниз по береговой тропинке, сметая разбегавшихся людей, и наконец спустился до края воды, ярдах в пятидесяти от того места, где я стоял, потом перенесся на другой берег, к Шеппертону, и вода под ним закипела и стала обращаться в пар. Я бросился к берегу. В следующую минуту огромная волна, почти кипящая, обрушилась на меня. Я закричал и, полуслепой, обваренный, не помня себя от боли, стал выбираться на берег. Поскользнись я, и все было бы кончено. Я упал, обессиленный, наглубленный.